В Щелковском театре прошел областной конкурс «Театральная весна Подмосковья-2022», посвященный Году культурного наследия народов России. В Щелково приехали коллективы из театральных студий из разных уголков Московской области. На сцене театра выступили участники из 13 муниципалитетов. Это, конечно, Щелковский городской округ, Волоколамский, Сергиево-Пасадский, Нарофоминский, Одинцовский, Дмитровский, Соседний Королев, Лосино-Петровский и другие. Конкурс проходил в два этапа. В первом отборочном туре профессиональное жюри дистанционно отобрало 24 коллектива. Всего же было подано более 60 заявок. Всего в творческом состязании приняли участие артисты трех возрастных групп от 7 лет и старше. На протяжении двух дней сначала маленькие, а затем и взрослые артисты демонстрировали свои актерские таланты. Как раз от нашего театрально-концертного центра, детской творческой лаборатории «Триамп», вчера ребята показывали свой спектакль, заняли первое место. Спектакль «Вокзал», он основан на событиях Великой Отечественной войны. Выступление старшей возрастной группы от городского округа Щелково представлял театральный коллектив «Лица» со спектаклем режиссера Светланы Погодиной «Мы разные». Это несколько монологов и каждая история здесь о любви. В слишком плотном времени, все напряжено, все поддавлено. Да мы не умеем ничего проживать. Мы разные мужчины и женщины. Имеется в виду именно это. И как мы вообще из разных миров, но мы только без друга не можем. Значит, мы должны учиться существовать и находиться рядом. У кого-то получается лучше, у кого-то хуже. Но я всем желаю, чтобы получалось. Члены жюри, которая оценивала выступления конкурсантов, вошли заслуженные работники культуры, режиссеры и преподаватели театрального искусства. На сцене Щелковского театра были сыграны самые разные по стилю, жанру и исполнению спектакли. Все выступления получились интересными, яркими, местами поучительными и очень эмоциональными. Уклинемся же еще раз постоять друг за друга. Уклинемся найти того, кто сделал это с хромой. Уклинемся отомстить за хромую. По итогу конкурса членами жюри были награждены лучшие артисты в самых различных номинациях. Также судьи учредили множество специальных дипломов. За сохранение культурного наследия народов России, за лучшее художественное решение спектакля, за лучшую режиссуру, за лучшую роль второго плана, за сценографию, за обращение к классическому материалу и другие. Продолжение следует...